Ура! Скоро Новый год! Уже монтируется елка. Заложены основополагающие основы, каркас. Елка будет видимо не живая, а по всей видимости с помощью веток украшенные дополнительными элементами. За этой елкой находится драм-театр. Кстати этот драм-театр называется русский, но это не имеет никакого отношения к той елке, которую я вам только что показывал. Мы видим ратушу, а сейчас я вам покажу очень грустную информацию и табелиск тем людям, благодаря которым у нас, в нашей стране, спокойствие. Я даже попытаюсь их посчитать. Я буду считать не по фотографии, а по бигбордам. 1, 2, 3, армию люди. Которых, к сожалению, уже с нами нет. И они к нам уже не вернутся. Снимать тяжело. Рука дрожит. Сердце бьется. Вот такие вот веселые пироги. Да, цветы стоят, цветы постоянно меняются. Гостиница зеркал. Я думаю, что через год эта площадь увеличится на определенный процент. Возвращаемся к елке. Елка скоро будет. Ну да. Ну, елка, это всегда праздник. Это всегда хорошо. Он будет чеху завязан. Зерочка. Или что-то другое. Кирилл и Мефодий. Кириллица. Помните? Вот. Молодцы. Без них мы славяне пропали бы. Ну ладно. Оставим Кирилла и Мефодия на своем рабочем месте. Все-таки им до утра стоять. Дополнительный комплекс совсем недавно установлен. Установлен, потому что установлен. Освещение слабое у меня тут. Я днем сделаю перезапуск. Тогда будет лучше видно. Но судя по тому, что венки стоят и горят свечи, это далеко не весело. Сделано красиво. По-европейски. Приезжайте к нам в город. А, кстати, впереди нас ждет сюрприз. У нас в городе Мукачеве есть турбочист. Памятник турбочисту. Самое забавное, что он живой. Не турбочист, не памятник. А человек, из которого это дело было сделано. Люди, которые проходят возле этого памятника, могут подержаться за его палец. У вас есть возможность это сейчас сделать. Вот я держу за его палец. Вот его кошка. Я сделаю лучшее освещение. Тогда будет более понятно. Ну, ничего. Профиль видно. Он сейчас шляпу снимет. О, носик какой. Варный хлопец. Одним словом, человек, который приносит счастье. И я вам желаю счастья и процветания. Потому что мы все это заслуживаем. Спасибо за внимание.